В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте. Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Приговор экс-президенту Петру Порошенко еще впереди, а вот действующий президент подвел итоги первого года своей работы на посту. Самые резонансные вопросы и ответы на них смотрите далее. Ипотека под 10% уже в ближайшее время. 25 тысяч километров новых дорог, 25 спортивных комплексов в каждой области. Такие грандиозные планы обнародовал на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Я хотел бы быть президентом, которого запоминут, как человек, после которого в Украине появилась дорога. Очень уместно прозвучали планы по строительству новых мостов. На это планируют потратить 3 миллиарда долларов. Ведь именно сегодня обрушился пролет 120-метрового моста через Каховское водохранилище. Также Зеленский заявил, что экс-президента Петра Порошенко ждет приговор. Речь идет об аудиоматериалах, которые вчера обнародовал нардеп Андрей Деркач. По его словам, они могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Бардена на пятого президента Украины Петра Порошенко и принимаемые им решения. Что касается выроков пана Порошенко, я уверен в этом. И уверен, что все это еще вперед. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных пригод и разных выроков. Не хочу про это говорить, потому что это повноважение все же таки не моей, а выроки суду. Председатель парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что нардеп инициирует создание временной следственной комиссии по аудиоматериалам Деркача. А вот в случае лоббирования партии «Слуга народа» интересов коммерческих групп влияния, Верховная Рада может досрочно прекратить свои полномочия. Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию «Слуга народа». Не просто партию «Слуга народа», потому что партия «Слуга народа» это партия «Слуга народа». будут поддерживать именно тот состав партии «Слово народу», точнее сказать, моно-большинство, потому что они выполняют именно свою работу. Как только они не будут голосовать, не захочут, если они будут лоббировать интересы, не дай Боже, той или иной, мы понимаем, про что я сейчас говорю, той или иной коммерциальной группы влияния на политику Украины, в тот же час, не думая, даже не про что, я буду распускать парламент. Местные выборы состоятся, если закончится эпидемия коронавируса. Кстати, второй этап медицинской реформы президент считает необходимым пересмотреть. Если все психиатрические лекарства и диспансеры, если они выходят с стройками, что их закрывают, ну это же неправильная реформа. Она нерозумная, она не для людей, она точно не для лекарей, она не для кого, поэтому и нужно ее переглядать. Есть проблемы с образованием. У нас нет пока что министра, полноценного министра освятии. Будет министр готовы побачить, ну я думаю, что как с медициной неправильное сравнение, нам не треба с приводу освяти чекать, когда будет в освяте какой-то выбор, когда будут закрываться институты, университеты, школы, так и другие. А телеканалам и другим СМИ Зеленский предложил еще раз проговорить вопрос языковых квот. Я уверен, что с квотами нужно навести порядок, если есть такие случаи, заложить все телевизионные каналы и другие средства массовой информации. Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос о квотах. Мы вводили квотах, квотирование было еще до нас. Я думаю, что там логика есть, но какие-то детали очень важные. Они потеряны, а за эти детали мы потом видим, что у нас есть какая-то даже несправедливость для людей, которые неукраиномовны в Украине. Несправедливости не может быть. Мария Горбунова, Седьмой канал. Из-за коронавируса Верховная Рада Украины закончила пленарную неделю досрочно. Все из-за позитивного теста на COVID-19 у одного из депутатов от Батьковщины, сообщили нардепы. Сегодня до обеда доработали, завтра, послезавтра это работа в комитетах и следующая неделя в округах. Если не будет ни у кого выявлено коронавирус, среди особенно представителей фракции Батьковщина и плюс еще аграрный комитет, потому что это депутат, который заболел, он как раз и присутствовал на аграрном комитете, с многими общался. То есть была идея вообще отправить только аграрный комитет на обсервацию. Но единственный правильный подход это сейчас посмотреть, какая будет ситуация на протяжении недели и после этого уже понимать, возвращаться либо не возвращаться в пленарный режим. Девушка выпала с девятого этажа во время пожара в квартире. Произошло все на Героев обороны Одессы 34. По информации очевидцев, 19-летняя девушка выпала из окна до приезда пожарных. От полученных травм она погибла. На момент вскрытия входных дверей из балкону данной квартиры выпала женщина, внаслідок чего загинула. Події данной обстановки установлюются, причина пожарных встановки установлюются. Хочется отметить факт, что внаслідок вузького проезда до двору, великой количество перепаркованных авто и бетонного захарашения проезда, рятувальники не могли встановить коленчатый подъемник до балкона девятого поверху. Водитель маршрутного такси сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. Смертельная авария произошла днем на Черноморского казачества 72 возле остановки Сельмаш. Мужчина, проживавший поблизости, переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе. Водитель маршрутки говорит, просто не заметил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте. Десятилетний мальчик погиб во время ДТП, которое случилось ночью в поселке Фонтанка. Как отмечают свидетели событий, водитель мопеда с малолетним пассажиром выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Мальчика спасти не удалось от полученных травм. Он погиб. Водители и пассажир автомобиля тяжелых травм не получили. Говорят, мопедист проехал на Красный, петлял по дороге. Ну и вот случилась авария, выскочил на встречку. А с мопедистом был ребенок, да? Да, был ребенок. Мальчик 10 лет. Скончался на месте. Скорая пыталась его откачать, делала массаж. И потом же сказали, что скончался. Как отмечают врачи, водитель мопеда сейчас находится в областной больнице в тяжелом состоянии. Политравма – это переломы нижних конечностей, переломы ребер. Там подозрение такое достаточно серьезное на разрыв аорты. И ему предстоит еще операция на аорте, ему предстоит операция по сбору этих ног. Потому что надо будет оперировать, ставить эти блокирующие стержни и так дальше. С дома в Лютеранском переулке-3, который принадлежит к историческому фонду города, отпадает лепнина. Куски падают прямо на тротуар. В самом же дворе ситуация не лучше. Несколько дней назад обломок упал прямо на припаркованное авто. Во дворе также есть детская площадка. Жители опасаются, что из-за аварийного состояния здания есть большая угроза жизни и здоровью. Это памятник архитектуры, доходный дом Аглико. Он известен так. Построен он в конце 19 века. Ремонта фасада, естественно, не было, по-моему, никогда вообще. И фасад этот держится вот на таком честном слове, элементы фасада. Несколько гвоздей и все. Вот у нас была одна машина во дворе, буквально на днях. И разбита падающим фасадом. Одна машина была разбита чуть больше года назад на улице, точно так же ушел. Лет пять назад был, откололся огромнейший просто валун прямо над входом в арку. Таким увидели этот день корреспонденты седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону. 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До встречи.